Жительница микрорайона Пригород Лесное Надежда Ромахина обратилась к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову с просьбой посодействовать в решении спорной ситуации. В 2014 году в связи с началом военных действий в Донецкой Народной Республике Надежда вместе с семьей уехала в Россию, где в 2016 по упрощенной программе получила гражданство. На прежнем месте жительства у нее осталась муниципальная квартира, за которую до сих пор приходят коммунальные платежи. В этом году на госуслуги мне пришли постановления о моей задолженности за тот период, который я не проживала на территории ДНР. У меня там квартира, она не приватизирована, проживало там три человека, два моих сына и я. Мне пришел этот долг от иностранного государства, чтобы я его оплатила. Я его хотела оплатить. Я отправила через Сбербанк эту сумму. Платеж у меня был заблокирован банком и платеж отклонен. На данный момент у меня идут долги и на сегодняшний день идут долги, так как я должна оплачивать коммунальные условия на этой территории. Ситуация, которая не увязывается. Если ты получил статус беженца, значит, все твои обязательства перед прежним местом жительства, наверное, должны быть прекращены. С другой стороны, в общем, понятно, люди в данном случае не хотят возвращаться. То есть вообще здесь нужно отказаться от той прописки, так скажем. И уже живя в России, имея российский паспорт, уже отвечать за все свои коммунальные, так скажем, платежи, но уже на территории нашего Ленинского округа. Проконтролировать данный вопрос пообещал глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Было две страны, два разных законодательства, разные абсолютно федеральные системы. В Украине одна, а потом в ДНР одна система работы. У нас там Росреестр, кадастр, чего не было там вообще. А для того, чтобы это все поставить на учет и так далее, синхронизировать, о чем Вячеслав Александрович говорит, это нужна целая большая работа по включению. Ну и, соответственно, это и кадастровые инженеры должны работать. Еще один вопрос, волнующий многих жителей муниципалитета, который был поднят на встрече – восстановление усадьбы Суханова. В 2016 году объект культурного наследия был передан в безвозмездное пользование Союзу архитекторов России. Вячеславу Фетисову было предоставлено видео, на котором показано, в каком разрушенном состоянии старинное имение находится сейчас и нуждается в незамедлительной реставрации. Владимир Владимирович в 2016 году доверил Союзу архитекторов и не только Росуимуществу Московской области, Главному управлению культурного наследия, Министерству культуры Московской области и России доверил эту усадьбу. Я считаю, что усадьба Сухана со всеми историческими моментами и в целом как наследие культурное должно восстановиться. Я считаю, что озабоченность граждан, мне очень нравится, что людей это волнует. Конечно, безразличие убивает все. Все вопросы депутат Государственной Думы взял на контроль. В завершении встречи Вячеслав Фетисов подчеркнул, что жители могут обращаться к нему на любые волнующие темы. Ведь такое прямое общение с населением позволяет намного быстрее решить проблему. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.